Рынок продолжает колбасить. Частично применяются импортные компоненты, которые дорожают, пусть не так быстро, как падает рубль. По оценке аналитиков, порядка 30% сортов колбас на российском рынке содержит зарубежное мясо. Чтобы заменить его на другое, требуется и время, и деньги. Сырье обходится все дороже, ведь теперь его везут, к примеру, из Бразилии и Чили, а не из Европы. А отечественная свинина зачастую оказывается не дешевле импортной. Кроме того, копченая колбаса – товар, пригодный для длительного охранения, и у продавца нет необходимости идти на компромиссы с покупателем. Он может подождать, пока граждане созреют для новых цен. К тому же, в последние недели на фоне резкого падения национальной валюты, россияне зачастую скупают все подряд, не особенно глядя на ценники. В результате, за последние два месяца колбаса подорожала на 18%, а всего за год более чем на 100 рублей. Эксперты считают, что к следующему лету цены могут вырасти еще на 8%, до уровня в 450 рублей. Так что для многих колбаса снова станет недоступным деликатесом. Редактор субтитров А.Семкин